Мы говорим правду постоянную. Ну, наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой лужной пропагандой. Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Это были российские солдаты Крыма. Это были местные силы самообороны. За спиной силы самообороны Крыма, конечно, отстали наши военнослужащие. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, распортированные в Крыму. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим разделок Украины. Нам этого не нужно. Из Москвы во Владивосток летел 9 часов. Как вы думаете, у нас есть необходимость что-то расширять? Россия проводила и собирается проводить абсолютно меру индивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество. Надо дать народам возможность всех стран мира спокойно развиваться. Даже если есть кризисная ситуация, они должны разрешаться народам внутри страны. Без вмешательства визу. Мы принято решение о проведении специальной военной операции. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочно вступать. И не будет проводиться дополнительный призриристов и запасов. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и коммунистерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной реализации. При этом в наши планы не входят в свою парку. Мы никому и ни у чего не собираемся на обязанности силы. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Я уже сказал по поводу Варна. Я уже сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. Содержание всей группы Варна полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Продолжение следует...